Путину доверяют 79% россиян, показал опрос. Ну, очень смешно, конечно. 79%? Ну, выйдите, это общественное мнение. Вот обратите внимание, что пишут телеграм-каналы. В ЦИОМ начал манипуляционно накручивать рейтинги Медведев. Неожиданно, по данным ВЦИОМа. Да, неожиданно, по данным ВЦИОМ до начала войны о доверии Медведеву заявляли 22,7% респондентов. Да, 20 февраля опрос. 26 июня, 37,9%. Так, и... Значит... Да-да-да. Вот, не доверяли ему тогда 66,8%, А теперь всего лишь 48,2%. То есть, 37,9% ему доверяют и прочее, прочее. Причем, данные Левада-центра оказались гораздо скромнее. По результатам июньского опроса Медведеву доверяют лишь 2% респондентов. Да, там доверяют 37,9%, а здесь 2%. Там ВЦИОМ здесь Левада, да. То есть, кто кого там проплачивает, кто на кого работает, то и пишут. Понятно, что все эти Левады и ВЦИОМы, они не хотят пользоваться, не хотят ругаться с Путием. Они любую цифру ему напишут, какая надо, нужна будет. Поэтому это все хрень полнейшая. Когда вы говорите, что ему там какое-то количество доверяют. Я посмотрю, как далек ты от народа, Вячеслав Андрей Кошелев. Ну, можно и с другой стороны посмотреть, как народ далек от меня. Да. Так что, понимаешь, Андрей Кошелев, что я тебе могу сказать. Вот Путин, который тоже достаточно далек от народа, заставил этот народ залезть на крышу. И сейчас прыгать с этой крыши. Устроил войну и многое другое. Он спросил у этого народа? Нет, не спросил. Так почему же ты думаешь, что я далекий от народа буду спрашивать? Мне насрать вообще, что этот народ думает. Вообще насрать. Если Путин еще как-то к нему прислушивается, я вообще к народу не прислушиваюсь. Вообще не прислушиваюсь. У меня нет для этого ни времени, ни сил, ни желаний, ничего. Я разработал для себя и для моего народа пошаговый план. И все, я буду его выполнять. И я все равно смогу победить. Потому что у меня есть, в отличие от Путина, пошаговый план достижения цели. А у него нет. Поэтому я в любом случае стратегически сильнее. Поэтому, когда ты говоришь, что я далек от народа, ты абсолютно прав. Нахер мне быть с этим ватным народом? Я его загоню на такую крышу, этот ватный народ, что он никуда не денется вообще. Если он с Путиным на эту крышу залез, то моя крыша будет еще выше. Про народ-то заговорил. Есть отдельные люди, отдельные люди, мои соратники, которым я прислушиваю. И все. Есть умные люди, которых я иногда читаю время от времени. Правда, они все умерли давно. Нет, Маркс, Ленин, Питали, Бланки, опять же, Кропоткин, опять же. И так, и так. Поэтому меня-то особо сильно. Я не переживаю за этого народа. Я лучше посоветую с Георгием Валентиновичем Полихановым или с Лавровым, да, но не с этим мудаком, да, который на лошадь похож, а с более приличным. Чем я буду спрашивать у ватников. А как вам там ватники, блядь, живется? Вы хотите воевать с Украиной? Да мне насрать, хотят они воевать с Украиной или нет? Они не будут воевать с Украиной. Я им не дам такой возможности ни в коем случае. Чего бы они там ни думали. Тем более, завтра они будут думать совсем другое. Они завтра будут думать, что Украина это братья, с которыми зря воевали, это их подставили и так далее. Будут проливать слезы и прочее, прочее, прочее. И все вы это увидите. Вячеслав, а какой процент людей нужен, чтобы совершить революцию? Вы знаете, парадоксальная ситуация, что раньше писали про 4-5 процента. Нужно, чтобы совершить революцию? Сейчас гораздо меньше, поскольку огромное количество технических средств можно использовать. Боюсь, все уже проебано. Об этом вы должны, не должны думать вообще никогда. Вообще никогда о том, что все проебано. Это вообще самые опасные и бессмысленные мысли. Это мысли неудачников. Это мысли тунеядцев и лотарей. Это мысли трусов. Мы должны говорить о том, что у нас огромный народ. Вот в этом огромном народе есть огромная масса талантливых и героических людей, способных на поступки. Мы говорить должны о том, что всех подонков и преступников мы зачистим, что они окажутся в гробу. Все грабившие Россию обязательно будут уничтожены. И месть наша святая навсегда сильнее, наполнение ее идеологическое сильнее, потому что у них нет вообще идеологии. Даже если бы была, мы бы их все равно победили. И самое главное, энергетическое наполнение. Мы заставить мстить можем всех. Вот те, которые сейчас воюют с украинцами, они будут сильнее всех мстить путинцам. Сильнее мы их не остановим, они рвать их будут в клочья, когда мы дадим им такую возможность. Поэтому давайте не будем с вами унывать. Мама моя перед смертью сказала мне великие слова, которые я всегда помню. Последние слова были «не печалься». И вам я говорю «не печальтесь». Спасибо. Спасибо.